Штамповочные, покрасочные и сборочные участки сердца завода ОЗМК. Это фактически главный конвейер с полным циклом сборки шумоизоляционных панелей, которые устанавливаются вдоль автомобильных и железных дорог по всей России. Если раньше от входа материала в цех до выхода готовой продукции проходило 97 тысяч секунд, то теперь 63 тысячи. Увеличить скорость производства на 40% удалось благодаря не автоматизации, а наведению порядка на рабочем месте. Разметка – это один из элементов системы 5С, которые были внедрены на данном предприятии. Элементы 5С – это делить на сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствовать. Зеленые линии ограничивают пути проезда, которые не должны загромождаться для ускоренного перемещения. Желтые – это ограничивает места хранения и расположения материальных ценностей. Красным цветом ограничен брак, либо отходы. И синим цветом ограничены места ограниченного доступа. То есть это доступ для либо обслуживающего, либо для ремонтного персонала. Все гениально и просто. Любое лишнее движение, излишнее складирование сырья или готовой продукции стопорит производство. В этом вопросе нет мелочей. Участие в национальном проекте «Производительность труда» учит сотрудников бережливому и эффективному производству. И это обучение абсолютно бесплатно. Наши затраты были минимальны. Это какие-то столы, краска, работа по покраске. Ну, мы это для себя делали. Это останется у нас. Поэтому затраты были, но на фоне отдачи это, ну, я не знаю, 0,1%. У людей, которые хотят больше зарабатывать, появилось больше возможности зарабатывать, потому что их зарплата зависит от выработки. Вот сейчас у них появились такие дополнительные возможности. Суть проекта «Производительность труда» не только в оптимизации конкретного участка, а в обучении людей, чтобы они могли тиражировать опыты на других производственных линиях. Вот так сейчас выглядит СЭК, где работают с металлоконструкциями. Пока бережливое производство сюда не внедрено. За два с половиной года мы планируем еще пять проектов минимум сделать. Также рациональное размещение, как повышение производительности труда, оптимизация производства. Одним из первых на курс оптимизации теперь перестроят территорию складов, чтобы ускорить погрузку готовых панелей и разгрузку сырья, а также его доставку на основную производственную линию. Участникам национального проекта «Производительность труда» обещают увеличение производительности от 5 до 10%. Но в случае СОЗМК эта цифра будет на порядок выше.